Эй, ты знаешь, что такое безумие? Безумие – это когда год за годом повторяется один и тот же вопрос. Как загерметизировать электронику? И сегодня настал тот самый день, когда мы расскажем, как мы это делаем в нашей мастерской. Погнали! 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 Надежно, но я перестал так делать. Во-первых, это достаточно долго. А я очень ленивый человек. Плюс, если вам потребуется разгерметить его и, допустим, перепаять ножку, если она у вас сгнила, то вы просто замучаетесь снимать эпоксидку. Притом, есть варианты повредить компоненты платы при разгермечивании. Я же хочу показать вам способ, которым пользуюсь непосредственно я. Обезжириваем плату и макаем ее в парафин. Подойдет даже самая дешевая свеча из Икеи, которая есть у всех. Я обычно стараюсь дожидаться того момента, когда парафин начинает остывать. Макаем плату и даем высохнуть пару минут. Из плюсов можно отметить достойный уровень влагозащиты, простота, быстрота, удобство этого способа, ну и также высокая ремонтопригодность. Чтобы разгерметить плату, достаточно просто подуть на нее строительным феном. И единственным, наверное, минусом этого способа будет то, что при сборке в корпус можно повредить парафин, так как он очень мягкий. Но я считаю, это настолько незначительный минус, что с ним можно мириться. На моей модели приемник загерметен именно так, и еще ни разу меня не подводил. Когда приемник уже собран в корпус, я рекомендую нанести на контакты диэлектрическую смазку. В воде плюсовые контакты окисляются, а смазка позволит избежать этого. Герметизация серого машинки всегда начинается с ее разборки. Откручиваем все винты, которые видим, и добираемся до редуктора. Производители всегда экономят на смазке, поэтому я рекомендую добавить своей. Большой шприц. Не стоит набивать ее до отказа, так как моторчик от этого может офигеть. Открываем заднюю крышку, и перед нами предстает плата. При извлечении платы будьте максимально аккуратны, так как многие производители стали припаивать ее непосредственно к мотору. При герметизации серого я рекомендую не забывать также о потенциометре и смазывать его. Для этого достаем его из корпуса и с помощью канцелярского ножа очень аккуратно разделяем на две половины. Как видите, внутри идут тонкие дорожки и бегунок, который со временем будет корродировать и доставлять вам очень много неприятностей. А сейчас я расскажу вам о двух способах герметизации платы. Первый – это закатать плату в эпоксидную смолу. Обезжириваем плату и с помощью зубочистки покрываем все закоулки, чтобы не осталось воздушных пузырей. Так как плата маленького размера, можно использовать пятиминутные смолы. Второй способ весьма экзотичен, и мне он нравится больше. Обезжириваем плату с двух сторон и наносим фотополимерную смолу. Равномерно распределив ее по плате, засвечиваем в ультрафиолете и промываем в спирте. При сборке сербы также рекомендую промазать смазкой места стыка корпуса, чтобы максимально защитить его от воды. Если сравнить эти два способа, то можно отметить, что первый более дешевый и доступный, но по времени более долгий. Плюс вам нужно сделать все очень быстро, прежде чем начнет схватываться эпоксидная смола. Второй же дает намного больше пространства для маневров. Пока фотополимерная смола не засвечена, вы можете работать с ней сколько угодно и как следует покрыть все компоненты. Но у него также есть свой минус. Не у всех есть SL-принтер и, соответственно, расходники к нему. Эта смола крайне токсична при засвечивании и выделяет летучие маномеры. Будьте очень аккуратны. Бэки бывают двух видов. Аналоговые, и им я не рекомендую пользоваться. И цифровые. Цифровые понижают вольтаж за счет шимирования, но это не значит, что они не греются и им не нужно охлаждение. Если залить его в кирпич, то теплу будет некуда уходить. В лучшем случае он размягчит защитный слой. В худшем сгорит от перегрева. Поэтому мы будем делать все по уму. Прежде чем герметить, припаяйте все провода и настроите вольтаж, если бэк дает такую возможность. Те из вас, у кого есть 3D-принтеры, наверняка сталкивались с вот такими вот радиаторами на драйверах. Приклеиваем радиатор на основной транзистор с помощью клей-радиал и оставляем сушиться на сутки. Очень удобно сделать вот такой короб для герметизации платы. Вы можете распечатать его на 3D-принтере, можете склеить из ПВХ, но если вы не хотите с этим заморачиваться, то просто покройте плату смолой, и этого будет достаточно. Когда клей-радиал уже высох, вы можете приступать к герметизации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот с регулятором придется немножко повозиться. Разбираем корпус и достаем оттуда плату. Загерметить кнопку не представляется возможным. И да, я тысячу раз слышал, что все это можно поместить в воздушный шарик, и оно будет жить. Нет, не будет. По проводам даже через узел шарика будет попадать влага. Если не верите мне, почитайте, что такое капиллярный эффект. Так вот, что я делаю в таких ситуациях. Отпаиваем провода кнопки и соединяем пятаки на плате перемычкой. Да, теперь вы сможете отключать модель, только отсоединив аккумулятор, но при том регулятор будет уже максимально загермечен. Если у вас копийная модель, и доставать аккумулятор занимает очень много времени, постарайтесь тогда не отпаивать кнопку, а просто перенести ее как можно повыше, например, под крышу. После проделанных приготовлений мы наконец-то можем приступить к герметизации регулятора. Заливать будем в корпусе. И лучше всего перед тем, как поместить его вовнутрь, пролить саму плату снизу смолой и также немного налить на дно. Для того, чтобы минимизировать попадание воздуха в смолу. В моем случае регулятор состоит из двух плат, и лучше всего пролить между ними сначала, прежде чем помещать в корпус. Когда все это сделали, помещаем плату в корпус и заливаем сверху. Только будьте аккуратны, заливайте по краям и старайтесь не залить с горочкой радиатор. Для регуляторов рекомендую использовать хотя бы получасовые эпоксидные смолы, чтобы все пузыри успели выйти. Также герметить регулятор можно с помощью теплопроводящего компаунда КПТД. Огромный плюс этого компаунда в том, что вы достаточно легко можете разгерметить регуль при необходимости его починить. Но, к сожалению, у него есть свои минусы. Достаточно высокая цена, продается только большими объемами, и, к сожалению, после вскрытия тары он живет очень мало времени. Но если вам нужно загерметить целую партию электроники, то этот вариант будет даже лучше. Ну вот, наша электроника загермечена. Настало время проверить ее в деле. Именно вот так мы герметизируем электронику в нашей мастерской. Очень надеюсь, что это видео было полезно для вас. Не забывайте делиться в комментариях способами, которыми вы пользуетесь для герметизации электроники. Ну или просто напишите, какой способ больше понравился вам. Спасибо вам за просмотр, крутых вам проектов. И помните, в кастомайзинге главное это...